Говоря о том, как сработал медицинский комплекс области в минувшем году, просто необходимо озвучить один из главных показателей – демографический. И в этом вопросе Брещене есть чем гордиться. Наша область – лучшая среди остальных регионов республики. По итогам года уже не первый раз фиксируется естественный прирост населения. Такой показатель, как смертность населения, наоборот, идет на убыль. А это значит, что медики, люди как раз и отвечающие за состояние здоровья населения, выполняют свою работу хорошо и постоянно повышают квалификационный уровень. Немалая подспорья в этом непростом деле – постоянно модернизирующаяся материально-техническая база. 2014 год был достаточно успешным для системы здравоохранения в части достижения интегрального показателя, который характеризует работу лечебно-профилактических учреждений. Это касается снижения, в первую очередь, смертности лиц трудоспособного возраста и достижения положительного естественного прироста. Причем положительный естественный прирост мы имеем во всех населенных пунктах городского типа. Кроме этого, даже Брестский район, сельский район имеет также положительный естественный прирост. Среди направлений работы медиков Брещины, которыми может гордиться вся страна, трансплантационная хирургия. Пример тому – проведенная совсем недавно, в конце января, операция по пересадке сердца. До пламенного мотора берестейским докторам покорились такие же операционные вмешательства, но только связанные с почками, печенью, роговицей глаза и легким. Брестский регион – единственный регион, где успешно развивается трансплантация органов. Здесь уже пересаживают и печень, почку, и сердце пересадили. Ну и остальные регионы, которые не имеют своего медицинского вуза, успешно справляются с поставленными задачами. Серьезные изменения в минувшем году и начале нынешнего затронули медицинскую законодательную базу. Так, с 15 января вступили в силу изменений и дополнения к закону о здравоохранении, которые в частности четко определили понятия и нормы стерилизации, аборты, а также дали ответы на вопросы, касающиеся оказания платной или бесплатной помощи лицам, которые находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Конечно, закон был очень трудный. В этом году поступило около 3000 замечаний и предложений от граждан, лечебных учреждений, организаций. И мы старались максимально сопоставить желания и требования и привести к современному уровню. Основные положения, которые касаются проведения стерилизации, проведения абортов, вы, наверное, тоже слышали, сошла очень серьезная дискуссия, даже дошло до международного уровня, до подключальности церковь, общественные объединения. По крайней мере, сегодня в законе четко оговорены и эти позиции тоже. Безусловно, на 2015 год как у законодателей, так и у медиков большие планы. На рассмотрение у первых уже сегодня не один проект, положение которого призвано улучшить качество медицинского обслуживания, вывести его на еще более высокий уровень. Сами доктора, хоть и уверены в своих силах и знаниях, тем не менее, готовы работать на повышение профессионализма и единый результат – здоровую и полноценную жизнь жителей Берестейского края.